Забайкалье – регион с большим потенциалом. Встреча регионального правительства с оператором энергетических сетей Сибири дала положительный результат. Уже сейчас разрабатывается несколько проектов, которые можно будет реализовать на территории Забайкальского края. Особое внимание энергосбережению отдаленных и автономных населенных пунктов региона. Здесь мы, наверное, впереди многих наших конкурентов уже и готовы уже предложить свои услуги. Мы понимаем, мы будем участвовать в конкурсе и очень сильно надеемся победить в этом. Хотелось бы, конечно же, поблагодарить Александра Михайловича именно за такой конструктивный, понятный, внимательный подход к тем вопросам, которые стоят перед нами и пониманию, что мы работаем не для себя, мы работаем для региона, для потребителей региона. Руководством сетевой компании совместно с правительством Забайкальского края будет создан единый центр ответственности за весь комплекс сетей на территории региона. Это позволит в разы улучшить энергоснабжение, ее стабильность и прозрачность. Еще один плюс – это оснащение крупных предприятий необходимой электроэнергией. Они завязаны на электрической энергии, это энергоемкие производства и надежное обеспечение электрической энергии. Своевременное быстрое присоединение таких потребителей определяет привлекательность нашего региона для этих инвесторов. Любое производственное промышленное оборудование сегодня всегда требует электрической энергии. Мы последовательно различные вопросы надежного энергообеспечения, вопросы тарифов, вопросы обеспечения электрической энергии изолированных территорий. Последовательно рассматриваем и решаем. Важным условием является и воздержание роста тарифов на электроэнергию. Чтобы избежать наценок в будущем, представители Россети Сибирь ведут активную работу с правительством Забайкалья. Главная задача сторон – обеспечить дальнейшее развитие электросетевого комплекса и при этом не привести к росту тарифа для населения. Сделать предстоит многое, но уже совсем скоро Забайкальский край сможет похвастаться стабильностью и, самое главное, доступностью такого ценного и жизненно необходимого ресурса.